здравствуйте дорогие друзья в общем такая ситуация как бы вам сказать ну хозяин парен вот тут хочет получить от меня онлайн консультацию индивидуально со мной побеседовать кто-то хочет получить от меня индивидуально видео выпуск и как бы любой каприз за ваши деньги я не против сегодня поэтому мы будем разбирать сериал султан моего сердца дорогие друзья честно не было еще возможности ознакомиться с данным произведением глубоко и основательно самому честно я думал что какая-то шляпа ну немножечко полистав так ну ничего так ну ничего так будь у меня больше времени на сериальчики я бы соответственно как-то активнее да может быть посмотрел его но честно я думал хуже будет вот значит сейчас мне прислали в итоге вот мы разговаривали с клиенткой которая хочет получить обзор психологически на персонажей этого сериала да мне прислали сайт соответственно описанием персонажей которые на протяжении всего сериала фигурируют и сейчас я буду их зачитывать и буду комментировать значит вам ну в какую сторону направленность данного персонажа да в какую сторону вот описание подходит под какой тип личности больше примерно так это будет и соответственно мы только приблизительно ознакомиться самими персонажами ну и описание не точно и по описание короткое конечно по нему сложно какой-то психотип определить ну примерно да такие вот наши фантазии примерно как это будет работать но начну с самого начала то есть у нас как идет описание сериала до события в сериале разворачиваться в 1820 году в турции анна александра никефировна дочь русского поэта в стамбуле случайно знакомиться с османским султаном бахмуд али арсен дуру проект правителем османской империи славится своим увлечением европейским укладом жизни и предлагает а не стать учительницей его детей ну что с мама махмуде можно сказать что в целом да ну интересный такой яркий поступок да особенно для правителя того времени и вот описание идет махмуда султан махмуд сын султана абдул махманди и его четвертой супруги на кши дэй на кши дэй 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 на кши а на кши дэй на кши дэй махмуд едва помнил отца он рос во времена правителя своего кузена салима третьего который правил империи 18 лет салим не имел детей и поэтому занимался махмудом словно собственным сыном предвидите что мальчик займет его место на троне не в пример своему старшему брату по отцу мустафе махмуд растет открытым махмуд растет открытым добродушным очень харизматичным проницательным юноши ну кто описывается здесь открытый добродушный проницательный режиссер видимо ну по крайней мере не запаривался сильно да в интригах то есть он сразу нас нам описывает эмотивного человека ну по крайней мере вот если так действительно идет по ходу сериала кто смотрел султану его сердце сериал напишите мне весь хотя бы один сезон если описание правильно написано то здесь чистый мотив показан махмуд это чистый эмотив и очень здорово если у вас в родственниках среди друзей есть такие друзья как махмуд известно что в юности махмуд увлекался поэзией сам писал кроме того ну и мотивы часто увлекаются поэзией чем таким искусством он был искусным каллиграфом о я люблю каллиграфию салим третий лично обучал махмуда музыки и махмуд обладает хорошим чувством юмора и мотив да и они кстати очень часто обладают тонким хорошим чувством юмора и чувством вкуса он очень приятен беседе является большим поклонником искусства махмуд реформатор однако он весьма уважительно относится к традициям он очень любит свою семью и заботиться о том чтобы дать детям лучшее образование чтобы видеть как 10 действительности живет его народ махмуд регулярно переодевается инкогнито выходит из дворца на абсолютный мотив именно в таком виде он однажды встречая там узнав что девушка преподает французский он нанимает его в качестве учительницы для своих детей и даже для те себя она очень отличается от других женщин она красиво образован у нас равно но в общем-то и мотивный да человек действительно может поступать таким образом и переодеваться переодеваться в нищего да по моему кто так делал тоже так делал переодевался в нищего а а это знаете кто так делал это я помню так делал персонаж одина любил так делать а еще вот кто из древних мифов или из библейских сюжетов переодевался может быть царь соломон напомните мне так делал а может быть я ошибаюсь в общем вот эта вот тема она идет из восточной и европейской культуры очень давно переодеться в нищего чтобы там узнать правду которую скрывают от правителя да и так теперь она она молодая красавица от которой трудно отвести взгляд образованная учтивая добродушная она любит историю искусств у нее прекрасное чувство юмора она достаточно строптива волнуется а полнуюсь начинает много и быстро говорить периодически демонстрирует умилую неуклюжесть она лишил лишилась матери в юности и переехала с отцом арка а понял переехала с отцом в аркадием в аркадием в стамбул из москвы где отец работал при посольстве она прекрасно говорит по-французски также владеет турецким девушка собирается замуж за николая работника посольства случайно встречает махмуда круто меняет ее жизнь махмуд предлагает ей стать при преподаватель с французского языка во дворе для его детей однако у нее и есть однако у него есть условия она должна жить в гареме девушка отказывается жить в гареме дорогие друзья не хочет жить в гареме девушка странная девушка на сейчас будут понабежала сколько девчонок махмуду жить в гареме анна приняла предложение султана и отправилась во дворец чтобы добывать а девушка оказывается жить стоп заново однако события разбираются непредсказуемо посол россии дмитрий требует чтобы она приняла предложение султана и отправилась в дворец чтобы добывать передавать ценные сведения а шпион анна шпион будет алекс она переезжает по дворец в гарем больше похожий на змеиное логово и предстоит утвердиться с помощью ума и твердого характера вообще нихрена не понятно кто такая она честно даже врать не буду кто угодно вообще не описали его этой статье меня просили пользоваться только этой статьей из первой серии я ничего не понял ну такого внятного чтобы вам прокомментировать и это было интересно хашияр хашияр однако из самых красивых самых коварных женщин гарема безумно влюблена своего мужа хашияр теряет голову при мысли о том чтобы ей может перейти дорогу молодая учительница хашияр мучи мучается ревностью поди шаг с каждым днем все больше сближается санны ну хашияр скорее всего похоже ну я могу предположить нарциску так как говорят что она самая коварная женщина гарема эсма султан султан это что фамилия титул ее напишите мне непонятно почему эсма у нас султан на момент начала истории и с него был 32 и года и и и красота известна всему константинополю она следит за собой и постоянно привлекает внимание публики основная особенность с на ее страсть к власти передавшиеся от матери ай ай шасси напервер обе женщины не могут забыть убийство мустафы и сделают все чтобы свергнуть махмуда ну хрен знает она может быть и стероидной эпилептоидкой так как стремление к власти описано может быть и нарцисской если она будет там фильме кого-то унижать да именно будет все сводиться к тому что она больше унижает это нарциссизм куда и он изначально имеет себе и стероидные проявления а если соответственно она уходит в унижение и не нравится чужой успех она может как бы вот именно давить на то чтобы просто из зависти до делать кому-то плохо тоже как бы ну нарциссизм в нарциссизме нации уже как правило за ним могут быть вот это вот как бы истерик замешан и другая ситуация что если допустим она как эпилептоид такая очень аккуратная властная любит командовать но он как женщине в ней есть такой ну капелька такого истерии до такой когда она соответственно просто ну так скажем в силу каких-либо обстоятельств начинает там себя демонстрировать может быть как девушка просто показывает первичные половые признаки значит дальше идет дмитрий тщательно дмитрий тщательно обдумывает плана но тут в общем то какие-то события видимо сериала описываются они дмитрий поставил дмитрий посол российской империи в константинополе его беспокоит реформистские настроения махмуду он старается сделать все возможное чтобы предотвратить усиление ансманской империи которые находятся в стадии близкого распада дмитрий искусный политик самое главное тайно французский шпион его цель столкнуть россию и турцию дмитрий тщательно обдумает план по внедрению анна во дворец в качестве шпионки он может предлагать а он предлагает ей стать информатором однако делает предложение в такой форме что девушка не может отказаться на карту ставить жизнь ее обожаемого отца ну соответственно он может быть ли парнояльным либо эпилептоидом даже но чаще ли парнояльный либнациссы могут так манипулировать если вы хотите более точное описание и продолжение данной рубрики ставьте лайки пишите мне комментарии дорогие друзья ну я на этом вынужден прерваться просили меня сделать в принципе не так много даже больше на один персонаж я его описал так что дорогие друзья дальнейшая моя активность в сторону этого сериала или других сериалов пишите в комментариях будет зависеть от вас с вами был кравцев сергей подписывайтесь на канал ставьте лайки я вас жду в своем инстаграме и на консультациях онлайн да пребудет с вами здоровье дорогие друзья